На одной площадке готы, роуп-джамперы и косплейщики. Если вы не знаете этих слов, значит вы не были на фестивале молодежных субкультур «Знаки». А наша съемочная группа побывала и увидела много интересного. Ежегодное событие традиционно объединяет поклонников аниме, исторических реконструкторов, брейк-дансеров, райтеров, поэтов. Свои таланты демонстрировали рэперы, жонглеры, фаерщики и канатоходцы. Нет, я уже начинал делать некоторые трюки, но в зависимости от того, как часто это занимаешься, зимой, например, в парке делать трюки не совсем удобно и ходить тоже. Летом, конечно, больше, так сказать, простор для действий. Среди участников много таких, кто приходит показать свое «я» с помощью экстравагантных костюмов и необычного мейкапа. Получилась команда такая, потому что это самые легкие костюмы, которые можно сделать. Тут много кошек, почти каждый второй. Субкультура, которая впервые заявила о себе на фестивале – роуп-джамперы. Главная проблема, говорят любители экстрима, отсутствие мест для прыжков. Вот и приходится прыгать то с мостов, то с заброшенных высоток. Они говорят, вот вы самоубийцы, вот вы там убиваетесь. А все почему? По телевизору, потому что показывают самые такие неудачные случаи, когда люди реально не продумывают все до конца и думают, что они все могут. Александр впервые прыгнул с парашютом в девятом классе, затем был паркур и вот сейчас прыжки с высоты. Говорит, родители поддерживали любое его начинание. Сам, в принципе, за свободу выбора, потому что нельзя ограничивать ребенка ни в коем случае, ни в чем. Если есть желание, то, пожалуйста, стремись к этому и добивайся. Философия знаков, воспитание терпимости и толерантности. А еще это способ знакомства. Виктория Рыжих, Сергей Татаринов, Новости ОТС.